Сейчас мы сделаем, давайте я даже так просто возьмем, негативное состояние, пусть это будет, у парня это будет грусть, переходящая, грусть у тебя переходящая в лирику и закончишь ты весельем. Понял, да? Он не готовился, это сейчас я вам говорю так. Итак, грусть, лирика и веселье, а у тебя ты начнешь с, он будет грустный, а ты будешь наоборот веселая, почему ты грустный такой, мой молодой человек, да? У тебя будет веселье, бодрость мощная, но в конце перейдет в драму. Поехали, внимание. Без музыки, пошли. Спасибо большое. Это маленький пример. Мы сейчас, они больше обстанцуют под музыку, потому что я хотел вам показать просто. Значит, смотрите, вы должны уже, повторяя, еще очень важно каждого персоналити, да? Потому что нельзя, если кто-то очень по натуре, человек очень сентиментальный, очень чувствует хорошо, глубоко музыку, который может без даже больших какие-то механики показать эти чувства, ничего не делая практически, да? То это берет за душу, да? А когда вы, например, такому человеку начинаете ставить 350 поворотов, там 200 каких-то экшен таких больших, то это не его. То есть вы, понятно, должны смотреть. Еще, когда, например, бывает, приходишь в клуб, работаешь, а там 8 пар от юниоров 2 до влюбителей танцуют одну и ту же хореографию. Но я этого не понимаю, потому что люди разные, они не могут танцевать одно и то же. И каждому, почему мы говорим, о, вот эта пара классная, потому что она очень индивидуальная, да? Потому что самое главное это индивидуальность. Если мы, например, закроем глаза и кто-то нам скажет фамилию Джоан Леонис, мы все знаем, что это девушка, которая обалденно стоит на ногах, делает миллион поворотов. Мы знаем, что это вот она, да? Если мы где-то увидели на конкурсе какую-то девочку, которая супер стоит на ногах и тоже делает миллион поворотов, мы говорим, о, вот она, что-то у нее есть от Джоан, да? Если, например, мы смотрим на Славика Криклева, то, понятно, никто у нас никогда не задумывался над тем, правильно ли он делает шаг, правильно ли он там переносит вес тела. Нет, потому что он настолько эмоционально нас давит на нас своими эмоциями, что мы просто влезаем в его ощущения и нам, извините за ржение, пофиг, что он там, как он встал на ногу, не встал на ногу, перенес вес, потому что не этим берет, да? Мы не контролируем, ой, Славик, Славик здесь перенес только пол веса. Не, мы на это не смотрим. Мы смотрим на уже конечную картинку, потому что нам это или нравится, или нет, да? У меня был случай, когда мы вместе были на сборах с Рудом, и я говорю, Руду, Руд, посмотри там на одну мою пару. Ну и мы с ним, он говорит, хорошо, у меня есть полчасика, и моя пара там одна из была лучших пар, и они танцуют румбу для него. И вот они начали танцевать, я тоже весь там в этой музыке, он тоже смотрит, и потом они там потанцевали 15 секунд, а Руд мне говорит, слушай, ты есть кофе, принеси мне кофе, я хотел бы кофе. Хорошо, я пошел, кофе принес, я ему говорю, там с сахаром нет, тут нет, без сахара, продолжает смотреть, кофе такой классный все. Ну и они закончили румбу, да? И он говорит, они встали, ждут оценки, что же он им скажет. Он говорит, как вы думаете, какое впечатление на меня произвели, да? Ну они стоят, мы не знаем, мы так старались. Он говорит, очень маленькая, потому что раз я во время вашей румбы спокойно отвлекся, попросил у Игоря кофе, еще и с сахаром или без сахара подискутировал, выпил, и дальше смотрел, значит вы на меня, zero impression, да, вы на меня не произвели никакое впечатление, потому что я тоже парам говорю, если кто-то вам нравится, то вы дома, если какой-то фильм интересный, мама зовет нас кушать, подожди, потом, потом, потом. А, какая акция, что там, омпы, а, ампы, да, нашим, а если мы какой-то фильм неинтересный, мы смотрим, а, да, класс, ладно, пойду поем, потом вернусь к концу серии, и так там ничего сильно большого не случится, да? То есть, или же танцоры, которые выступают, они настолько импресс на нас, да? То есть, мы, то есть, у нас мурашки от той румбы, да, или вы забываете обо всем, никого не хотите слышать, никого, ни смс, ни чего, котлету отложили тоже, там, хот-дог отложили, вас это не интересует, вы смотрите, и она на вас производит впечатление, либо она на вас не производит впечатление. Не производит впечатление, значит, извините, но когда подходит пара и говорит, ой, вот мы там хорошо выступаем, а вы нам поставили там шестое место. Она могла быть шестая и двадцать шестая, и семьдесят шестая, и сто шестая, то есть, понимаете, потому что самое важное, да, вам, вы заходите, вам кто-то говорит, что сейчас будет румба, объявляет микрофон, романтик, спешл румба. А там, как вы говорили, что там от румбы вообще ничего нету, да, я извиняюсь, там от румбы ничего нету, поэтому, извините, даже при супертехнике, да, при супертехнике, моя позиция, может быть, мне неинтересно на нее смотреть, на эту пару. Я могу ее поставить, вообще не вывести, при супертехнике я могу ее не вывести в следующую группу, потому что она мне не нравится, она на меня не произвела никакое впечатление. Понятно, это зависит и от тренера, потому что я, бывает, приезжаю к кому-то работать, да, а вижу у этого тренера, например, извините, грязные туфли, например, да, или он мне говорит, или он мне говорит, вы знаете, вы тогда занимаетесь, а я в десять часов вернусь к вечеру, вы поработаете, а кто мне расскажете? Понятно, что я уже в этот клуб в жизни не приеду, потому что у меня тоже был случай, это давно-давно-давно, я поработал с бывшим своим учеником, не видел там его десять лет, потом он меня пригласил в клуб, в Украину я приехал, поработал, дети великолепно работали, все, но его не было. Он был занят там стройкой дома, да, и потом через там два месяца я появляюсь на Украине на турнире, и он с этими парами приехал, говорит, Игорь Иванович, посмотрите, сегодня уже будут мои танцевать. Я глянул, а там ужас, я говорю, слушай, я тебя прошу, никому не рассказывай, что я у тебя преподавал, хорошо? Потому что я понял, что он не был ни на одном моем уроке, поэтому толк с того, что я преподавал эти два дня, а понятно, что свой тренер, он как папа, он пришел, свое дальше продвигал. Поэтому состояние, то, что как бы там ни было, как бы мы не учили технически, мы должны обязательно в первую очередь смотреть на эту гармонию между танцем, между музыкой, вашим состоянием. Вы должны тренировать это состояние с ребятами, вы можете посадить их на стульчик, показывать им разные, например, цвета, они должны, можно разные упражнения, например, красные, реакция на красный цвет, на белый цвет, на черный цвет, на синий цвет, на желтый цвет. То есть они должны тоже понимать, как, есть очень много разных аспектов, как тренировать пары, и чтобы вызывать у них самое большое эмоциональное состояние, чтобы они у вас, если вы скажете им закричать, чтобы они заорали так, чтобы дрогнули стены, если вы скажете им там тупнуть ногой, они должны так тупнуть, чтобы пробился пол, не знаю, там в зале. То есть, понимаете, они должны чувствовать, нет такого чуть-чуть, чуть-чуть средней, они будут серые, неинтересные, и больше всего, что через года два они просят танцевать, и им будет дальше неинтересно заниматься. Окей? Сейчас уже под конец, я вам покажу, мы приготовили один и тот же кусочек, но мы станцуем его в разных состояниях, но вы эти состояния увидите, но я их сделал под разные мелодии, да? Помните, кто был, может быть, очень много давно, лет, мне кажется, я с Валей тогда был, помнишь, Донни Бернс и Салберг на Джиммин Оупен, еще в Манхайме, показывали, как одну и ту же хореографию, да, можно станцевать, но под разные мелодии, вы не должны их учить, вы должны дома, когда, зачем есть практики или там, вы говорите, прогоны, да, вы должны, не просто прогон, вы должны остановиться и сказать, не, вот сейчас эта мелодия, найди, где акценты какие-то, на что мы должны уделить внимание, да, потому что, если, например, музыка очень лирическая, спокойная, мы там не можем видеть какие-то сильные руки растянутые, какой-то позиции страшные, нет, это совершенно другая музыка, то есть то, что я вижу и то, что я слышу, должно быть в гармонии, окей? Мы сейчас танцуем один и тот же кусочек, три разных мелодии, вы посмотрите, как это, как я считаю, как должно выглядеть, повторяю, у вас у всех здесь большой экспириенс, вы все здесь опытные тренеры, ну, молодежь тоже я себя вижу, поэтому, молодежь, используйте наших старичков, нас, какой-то опыт вам это поможет в будущем. Итак, первое у нас будет, у нас есть позитив, поэтому мелодию я тоже выбрал позитивную, которая дарит нам сразу чувство любви, интересы друг к другу. Спасибо. 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 Спасибо.